Задание номер 24 из пробника ОГ от ФИПИ. Катеты прямоугольного треугольника равны 18 и 24. Найдите высоту, проведенную гипотенузе. Предположим, что катет АС равен 18, а катет БС равен 24. Нам необходимо найти высоту, проведенную из вершины прямого угла гипотенузе. Покажем ее и обозначим CH. По готовой формуле, высота, проведенная из вершины прямого угла гипотенузе, равна отношению произведения катетов к гипотенузе. То есть CH по готовой формуле, это произведение катетов АС умножить на БС и разделить на гипотенузу АВ. Откуда взялась эта формула? Эта формула может быть получена из площадей. С одной стороны, площадь прямоугольного треугольника равна полупроизведению длин катетов. То есть это 1,2 А на Б, где А и Б катеты. С другой стороны, площадь данного прямоугольного треугольника равна полупроизведению основания С на высоту H, которая проведена к этому основанию, вот к этой гипотенузе. Откуда? После сокращения на 1,2 или умножить обе части на 2 можно, то есть на 1,2 можно поделить обе части. У нас получается АВ равно СН, где А и Б катеты, С гипотенуза, а H это наша высота, СН. И отсюда получаем нашу высоту H. Делим обе части на С, на гипотенузу С. Справа мы сократим. Получается H равно произведению катетов разделить на гипотенузу. То есть действительно мы получаем вот эту формулу. Но теперь нам остается только найти то, что нам не хватает. Нам не хватает гипотенузы АВ. Гипотенузу АВ найдем по теореме Пифагора. То есть АВ квадрат равно, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, АС квадрат плюс ВС квадрат. Найдем квадрат гипотенузы. Тогда получается АВ квадрат равно АС это 18 в квадрате и плюс ВС это 24 в квадрате. Можно по-разному. Можно возвести в квадрат 18 и 24, потом сложить и потом извлекать корень. Но проще всего сделать следующим образом. То есть можно представить число 18 как 6 на 3. И все это в квадрате. А 24 можно представить как 6 на 4. И все это в квадрате. Теперь возвести в квадрат каждый из сомножителей. Тогда у нас получается 6 в квадрате на 3 в квадрате плюс 6 в квадрате умножить на 4 в квадрате. Далее можно 6 в квадрате вынести за скобки. Тогда у нас получается 6 в квадрате. А в скобках остается 3 в квадрате плюс 4 в квадрате. В итоге получаем 6 в квадрате умножить 6 в квадрате умножить на 25. Ну или можно было записать 36 на 25. Разницы нет. И теперь нам нужно извлечь квадратный корень из правой части, чтобы найти АВ. Откуда АВ будет равно. То есть АВ будет равно корню квадратному. Вообще плюс-минус, но у нас со знаком плюс, потому что АВ это сторона. То есть всегда положительно. Получается 6 в квадрате. Ну можно записать как корень из 36 умножить на 25. Корень из 36 это 6. Корень из 25 это 5. Получается 6 умножить на 5. Получаем 30. И теперь нам остается только подставить данную гипотенузу в нашу формулу. Все остальное нам уже известно. Таким образом у нас получается СН равно АВ это 18. ВС это 24. И АВ мы нашли это 30. Сокращаем на 3, 18 и 30. У нас получается 6 на 24 и разделить на 10. И теперь 6 умножаем на 24. У нас получается 144. Делим на 10. Переносим знак. При делении на 10 запятую надо перенести на один знак влево. У нас получается 14,4. А это значит, что в ответ мы должны записать 14,4. Пишем ответ. Ответ. То есть нужная нам высота равна 14,4. Задача решена.